Петербург Эту часовую историю о братике по рассказу Ханса Фалады в Германии знают практически в каждом детском саду. Но на российской сцене ее показывают впервые. Кукольный театр Архангела Михаила из маленького немецкого городка Котбус теперь тоже в числе участников международного фестиваля Кукарт. Этот спектакль, он дорог, он нам очень дорог, потому что там смысл прямой – люби своего брата. Потому что в наше время мы замечаем, когда мы играем по детским садам, в школах, что распадается семья. Что у каждого второго ребенка не имеется папы или две папы, такое бывает. И что всем нужна семья, которая тебя любит. Историю о братике режиссер Хельга Калинская поставила еще 9 лет назад. Спектакль создавался для показа в детских садах и школах. Все актеры здесь – люди разных профессий, музыканты, педагоги и даже священники. Сама Хельга работает суфлером в драматическом театре, а в свободное время водит марионетку. Немцы – вот это типичный североевропейский стиль вот таких спектаклей. Они отлично, они всегда очень функциональны, они всегда оптимизированы по возрастным категориям. Вот, допустим, если спектакль для детей от 3 до 6 лет – все, это вот так от 3 до 6 сделано. Немцы, датчане, турки, болгары, чехи, украинцы, белорусы. 35 театров из 14 стран мира в списках и новички, и знаменитости. Например, без театра из города Мытища не проходит ни один кукарт. В этом году «Огниво» привез в Петербург вишневый сад Чехова. Этот спектакль – номинант театральной премии «Золотая маска» 2009 года. На выезде его показывают впервые, тем более в таком составе. Главную героиню здесь озвучила польская актриса. Поскольку времени было мало всего, полтора дня, и там сложности были, но все равно понимаешь по интонации, но все равно реплики точно, поскольку не знаешь языка, было сложно. И поэтому это добавляло дополнительный трепет, что как бы положительно сказался на игре актеров, потому что это была сконцентрированность внимания, внимания не только к другому языку, но внимания к действию сценическому. Вся программа фестиваля уже по традиции разделена на две части – основную и клубную. Звездам доверили самые лучшие сцены Петербурга, но молодым коллективам предложили площадки поменьше. Клубная программа – это программа, в которой мы показываем неожиданные новые проекты, которые должны потом с нашей точки зрения получить признание. Так появился театр «Кукольный формат», очень известный сейчас и ныне популярный, «Кукольный дом», театр «Потудань». Вот Руслан Кудашов теперь возглавляет Большой театр «Кукол». Руслан Кудашов в этом году представил на Кукарте спектакль по роману Евгения Замятина «Мы». Антиутопия театральная максимально приближена к антиутопии литературной. В спектакле нет ни одного актера Большого театра «Кукол». Играют только студенты Петербургской театральной академии. Куклы тоже учебные, так называемые гапиты. Заготовка для шермовой куклы. Она обезлична, обезхарактерна. Тут такая штучка, болванка. Вот, собственно говоря, само слово болванка имеет смысловое значение для этого спектакля и для романа, потому что, собственно говоря, ну, болванчики. Ну а закрывать девятый международный фестиваль будет Украина. Харьковский государственный академический театр «Кукол» имени Афанасьева привез в Петербург простые истории по Чехову. В трех действиях спектакля показана вся человеческая жизнь, от детства до старости. Жена. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Эта постановка – последняя премьера Харьковского театра в этом сезоне. В России показа еще не было, так что петербуржцы одними из первых смогут оценить искусство украинских кукольников. Ирина Товкалева, Роман Ткаченко, Валентина Говорушкина, Владимир Тихонов, Первый канал, Санкт-Петербург.